В микрорайоне Бахчеванжи всего один детский садик номер 34 Рябинушка. Сад большой, его посещают порядка 300 малышей, но и этого не хватает. Районным властям удалось включить в губернаторскую программу строительства образовательных учреждений еще один садик на улице Беляева. На 50 мест с двумя ясельными группами и одной средней. Построить его предполагается как пристройку к действующему детсаду, благо территория позволяет. В новом корпусе планируется также разместить актовый зал и новый пищеблок. Рядом с детским садом номер 16 Солнышко на улице Циолковского в микрорайоне Чкаловский также будет возведен отдельно стоящий сад на 140 мест. Всего в программу вошли семь дошкольных учреждений в нашем городском округе. И проектирование всех семи начнется уже в этом году. Глава района Алексей Валов с профильным замом Никитой Никулиным осмотрели земельные участки под будущее строительство. Объезжаем все объекты, смотрим возможность проектирования этих объектов, смотрим земельные участки и уже надеемся, что через полтора месяца мы приступим к проектированию всех объектов. Занесли план работы. Сейчас быстренько еще раз проверим геоподоснову и приступаем к формированию земельных участков, строительства детских садиков. Проблема второй смены в школах городского округа Щелково также будет решена в ближайшие годы. Строительство семи школ включено в госпрограмму и две построят за счет внебюджетных средств. Учреждения в микрорайоне Солнечный и деревне Медвежьи озера уже возводятся. Вскоре закипит работа еще на двух стройплощадках. На этот год мы начинаем строительство двух школ. Это микрорайон Жигалова и на улице Институтской. Школа на 550 мест. И надеемся, что к концу года начнем строительство двух школ. Это на улице Шмидта и на микрорайоне Потапово, Щелково 7, микрорайон Финский. На стройке в Солнечном много изменений. Полностью остеклен пищеблок, строятся внутренние перегородки. Смонтирована кровля над спортзалом. Подведен под крышу четырехэтажный учебный корпус, который смотрит на улицу Заречную. По первому этажу всего здания продолжается монтаж стеклопакетов. Заявленные темпы строители выдерживают. А на школе в Медвежьих озерах строители вынуждены исправлять проблемы, доставшиеся от первого подрядчика, точнее от его проектной организации, некачественно выполнившей свою работу. Пришлось переделывать проект индивидуального теплового пункта. Теперь пересогласовывать все подсоединения к сетям. Но все корректировки ради комфорта и безопасности детей. Многие вещи приходится сейчас переделывать по ходу в проектировании. Ну и рабочую документацию подгоняем уже под новый проект. Поэтому немножко как бы удлиняется срок строительства и продлевается срок водокослодации. Ну, во всяком случае, перешили на 1 апреля. Но, во всяком случае, еще можно сказать, что в этом году, в 19-м году, 100% дети пойдут уже в новую школу.